всем привет приглашаю вас в мастерскую за стол хочу порисовать хочу приблизить весну хочу те луковицы которые сегодня сажала в катке быстро заскетчить как ваши дела как настроение как зима проходит не мерзнете ли привет привет как приятно зову вас мастерскую наконец-то пора садиться рисовать вы знаете что я закончила сейчас большой курс с девочками привет привет наташ и жду твою работу кстати мы закончили новогоднюю иллюстрацию и зимнюю акварель два больших куска я столько вам дала работ за новый год мне кажется надо можно разрисовались надо двигаться дальше надо рисовать я кстати так и не успела отснять медведя потому что когда приехала домой уже снова темно и темновато для того чтобы фотографировать но я вам сейчас его покажу моего разглядим и двинемся к луковичному у меня тут был отрезанный листочек бумаги и я быстро заскетчила как всегда в торопях но хорошо что под акварель не нужен никакой сложный рисунок и можно просто освободиться поводить линии пылес на листе помечтать привет 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 кстати расскажу вам что у меня появилась очень интересная идея точнее эта идея уже станет скоро явью мы придумали очень интересную программу с необыкновенным психологом с моей близкой подругой дианой которая занимается телесно она телесно ориентированной психологи вот она мне говорит ну что все сидят какие-то загнанные давай сделаем вместе программу где покажем тем кто никогда не умел не не делал этого не знает как с этим состоянием работать сделать первый подход к листу сделать первый подход чтобы нащупать свое эмоциональное состояние привет девчонки очень рада вам собирайтесь может кто-то из вас захочет достать лист бумаги напишите рисуете ли вы вообще когда-либо рисовали или может быть уже давным-давно рисуете я вам сейчас покажу медведя и двинусь к листу с луковичками быстрый скетч делаю вот не больше часа посижу с вами поболтаю и почитаю ваши вопросы вообще рисование и акварель в том числе эта техника которая очень очень отражает ваше эмоциональное состояние а ведь сейчас как раз время когда а время эмоции мы все живем не головой а эмоциями мы развиваем себе интуицию акварель это вот вещь для развития интуиции мне кажется я все в своей жизни делаю не от головы а по интуиции кстати работает ничего против этого не имею когда надо включать голову наоборот начинаю переживать нервничать что надумаю что-то не то а вот интуиция меня не обманет кстати она помогает решиться на очень многое hello how are you i'll speak russian right now but if you have any questions you more than welcome to ask me we're going to use watercolor today and a bit of sketch to do a bit of a sketching of a bulbs over spring spring colors spring flowers и так я думаю что на самом деле весна сейчас ворвется в ленты ко всем мы захотим ярких сочных зеленых мы захотим вот это пробуждение жизни в себе кстати вот вот почему мне хочется наверное этих луковичных вот мне хочется что почувствует что внутри меня тоже что-то зарождается его его и вот-вот распустятся все эти крокусы нарциссы вообще луковичных очень много и не помню как они называются такие голубые красивые цветы но если кто-то знает из вас нас вами вы меня подправляйте я еще тот ботаник так что поехали кто-нибудь будет рисовать или хотя бы скетчить со мной и показать ли вам медведя поближе сейчас переверну камеру привет настрою и мы поедем то есть я поеду не знаю будете ли вы рисовать привет танюша там столько работ я надеюсь что в ближайшие вообще-то завтра уже будет финальный разбор работ студентов да гиацинты очень красиво но сегодня посмотрим вот гиацинты у меня отцвели уже мне такие красивые стояли гиацинты на окне я их правда отсняла и тоже наверняка за скетчу но сегодня у меня вот такая идея поехали на стол привет привет вот он мой медведь которыми я все никак не отсниму при свете дня он еще такой морозный я его сегодня показывал своим друзьям они говорили вот прям ледяной вот такой красавчик получился с сухих цветами со снегом и с вот этим морозом вокруг него мы показывали я показывала на этом курсе девочкам очень интересные техники которые кстати очень легко выполнить самим и не нужно здесь здесь невозможно бояться белого листа мне кажется у меня когда я вижу белый лист мне сразу хочется на нем нарисовать у меня как это наоборот не страх белого листа желание все время этот лист чем-нибудь заполнить но зима от зима у нас уходит на второй план и мы приступим к вот таким прекрасным луковичкам я их очень легко заскетчил кстати напишите пожалуйста видно или зависает может быть переключить придется вай фай на другой сеть напишите мне пожалуйста вам меня видно не меня точнее а мой скетч мне нужны очки пожалуйста напишите привет привет имеют свойство исчезать видно да не зависит плохая дизайнеров которые именно сделали так на не думали что они посадили их но как-то очень здорово отсняли и зависает так сейчас тогда секунду а вот так мы сейчас попробуем на другой сети и надеюсь что вот так не будет зависать спасибо большое красивое название аккаунта наташа спасибо может так пойдет в общем вот это могут быть и гиацинты и нарциссы вот здесь вот такие цветут уже красивые желтые цветы они типа форзицы их тоже можно вплести сюда но давайте просто начнем с луковички с луковичек если у вас будут какие-то вопросы вы задавайте я возьму какую-нибудь среднюю кисть и сейчас залью у меня вот эта бумага хлопок и я просто позаливаю сейчас очень красивый эскиз наташ спасибо я просто думала что это как ветки в моем венке сверху пойдут но начнем просто с под этих вот цветочков и от моем у меня тут чашка стоит а когда чашка рядом с банкой то точно в нее попадет кисть поэтому чашку в правую руку кисть в левую и начнем с того что намочим наш наши луковички водой и давайте так их напишем с хулиганско быстро я сделаю освещение с этой стороны а здесь будет вокруг них но у меня такая идея мох сделаю в этот раз освещение справа обычная слева но так как я их так расположила более логично что освещение будет справа я никакой не маскировкой ничем здесь не игралась прям вот по этим мокрым луковичкам начну вводить туда прям цвет всякие коричневатые оттенки и сиены и получится вот такие мохнатые смешные луковицы я сегодня когда их сажала думала как же они прикольно шуршат и откидывают шелуху это было прикольное ощущение довольно приятно я еще тот садовод я вчера весь вечер общалась со своей подписчицы ученицей которая ландшафтный дизайнер и она меня спросил даша что сажаешь в саду что придумала и мы стали болтать и потом полночи не могла заснуть и думала и подбирала растения и сидела смотрела на сайтах что же я хотела бы купить и подсадить сюда сейчас я прям в эту мокрую луковицу буду другие цветов в это всаживайте вот немножко зеленоватого немножко марса коричневого или сиреночки а что если их прям написать на скорость лист не жалко когда белый лист вижу сразу думаю чтобы я на нем нарисовала я думаю что у всех должно такое появляться желание потому что вот если детям даешь лист бумаги они сразу на нем что-то изображает вот здесь свет оставить промокну сделаем больше вот эту часть затемню как-то в этот раз хочется так просто потому что я их так нарисовала ой привет ты все пропустила нет как ты все пропустила ты как раз вовремя пришла я только начала только показала медведя и начала скетчить маленькие луковички вот четыре таких весенних друга здесь еще парочку от них отлетела да ты все успела смотри я просто их заливаю водой и чуть-чуть добавляю туда краски каждая луковичка может чуть-чуть отличаться по тону или даже по светлоте сейчас возьмем вот эту более холодную сделаем гиацинты а ты знаешь а я не знаю можно сделать гиацинт а можно вот такие как они называются ты у нас так уже красиво уже весна правда а я хочу весну девочки я все не могу больше зиму прям не могу мне хватило хватило этой зимы кому хватило зимы напишите и конечно люблю снег и все такое я не против привет привет но хочется весны кстати хотела у вас спросить да мускарики точно мускарики как думаешь мускарики или просто гиацинты тяжело если вот на такое а можно вот здесь сбоку большой тогда нужно большую луковицу мускариков поменьше ладно сделаю же вот эту из мускариков а следующую работу сделаю с гиацинтом кстати я хотела вас спросить хотите ли вы что-то рисовать к дню святого валентина да у мускариков да кроши это и есть крошечные мне кажется луковицы во всяком случае я себе подразумевала что это маленькие луковички иначе они не удержатся вот на этой штуке все по моему можно холодненького добавить вообще художник должен творить то в листе что на руку художнику а не то что на руку реальности потому что реальность настолько загоняет в беспокойство а мы должны с вами на бумаге создавать свою реальность можно даже каких-нибудь выпустить хвостиков вот ну что здесь надо будет затемнить если мы выбрали делать если я выбрала делать им свет вы хотите конечно рисовать на работу тогда буду объявлять вас вам набор что придумаем 14 февраля но начать надо наверное уже числа 5 6 то вы так медленно будете догонять красоте медленно рисуют на курсе все берут время себе в подарок а я считаю рисовать надо быстро чем больше вы думаете и анализируете я понимаю что у всех все происходит там коты дети мужья друзья дни рождения поездки что только с нами не случается конечно же мы берем время на то на сё но когда есть дедлайн 20 это 14 февраля то уже взять не получится а потом я вас буду всех звать с нами на прекрасный курс психологом про женственность будем говорить про эмоции и рисовать очень две интересных работы будем делать вместе с психологом с метафорическими картами в общем немножечко 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 в себе покопаемся поищем это но что конечно бумага высыхает и цвет осветляется можно еще но в общем а рисовать то что рисовать что на на 23 войны на 14 февраля чтобы рисовать у меня есть идея ты психологов не любишь а это не совсем про психологию психологов то не любит психологов покопаться в себе это же очень интересно и так я сейчас вот эту всю теплую историю сделаю мухом вот здесь но прессовать то хочется значит будешь рисовать рисовать надо в любом случае я не люблю ну что такое не люблю я не лэ не любите рисовать как можно не любить рисовать так давайте сделаем вот здесь мох у меня есть счастливый зеленый он у меня вот вот здесь кстати пойдет этот счастливый зеленый почему-то я с левой стороны начала это для меня можно же докопаться до ненужного а мы не будем копаться там все будет по-другому не будем ни в ком копаться я тоже не люблю легкая отмывочка слава богу как как называется зеленый счастливый зеленый он называется по моему golden green я его нашла потому что я не люблю вот этот зеленый который называется весенний зеленый вот у вас в наборах он часто бывает вот такой жутко ядреный я им не работают ты этой кюветики ой какие лапульки привет оксанчик вот с этим зеленым пожалуйста аккуратнее он конечно счастливый но он больше для попугаев подойдет смешивайте его с желтыми с охристыми с чем-то еще мой счастливый зеленый я уже показывала всем на курсе это вот этот это golden green мне кажется называется я проверю сейчас название и он безумно красивый на чем бы вам его показать вот сейчас я его как-нибудь густенько положу вот он какой вот он как раз такой зелень весенний вот видите вот такой зеленый это чисто из банки но он просто очень красивый в замесе вот всем привет я вот его в разбили на таком разбили на разбавленном виде положила в мох и сейчас буду мох набирать более зеленым смешивать с этим счастливым зеленым какие-нибудь другие зеленые вот этот момент когда можно отпустить немножко логику закрыть какие-то пятнышки потом тенями прорисовать уже детали можно здесь быть погуще зеленый не знаю вот какая такие какие-то пятнышки поставлю сейчас а потом тенями прорисуем все это в мох кстати могут забраться и охристые откуда идея курса знаешь я просто очень давно дружу это моя лучшая подружка и она телесно-ориентированный психолог и мы давно мечтали сделать курс вместе потому что к ней обращается очень много людей которые не умеют проявлять свои эмоции ко мне на курс приходят люди которые не знают как их проявлять и ищут способ и и вот на этом с стыке интересов мы придумали общую программу в которой я вам подробно про нее расскажу я пожалуй позову даже диану в эфир и мы вам вдвоем расскажем что мы придумали и почему мне кажется это будет очень интересно послушать она во первых очень интересный и с огромным опытом и конечно же мне самой интересно пройти это вместе с вами чтобы луковички сделать светлее надо будет вокруг сейчас они немножко стекаются вокруг делать них немножко потемнее фонтон чтобы они на этом фоне вы стали становились более такие заметные такие муховатые можно даже сухой кистью а мог посоздавать как-то странно для себя я начала с правой стороны это мыши на гиацинт а я думаю что они лен из одной из из одного семейства да вообще вчера когда ночью сидела и рассматривала все эти растения для сада реально я думаю так даша держи себя в руках нельзя же так нельзя же так резко все все хочется я не знаю как так когда смотришь когда еще так все отснято у них там красиво на этих сайтах с растениями и вот это хочу и вот это мне нравится но без плана посадок не обойтись как я уже и поняла ага луковичные да 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 мускарики пока что я не видела крокусов еще не цветут но у нас зацвели я сегодня показала вам в сторис пока мы гуляли с бубликом мы уже видели первые зацвели нарциссы мы им порадовались ну что успею я вот эту часть заакварелить за час ой я тут на сайт с семенами зашла я еле вышла а я не вышла лен я зашла на семена на семена на растения и зависла там до тех пор пока у меня батарейка в телефоне не села и не выкинула меня из этого сайта это уже я посмотрела на часы был 12 ночи думаю даже у меня мой телефон уже все не выдерживает опять туда зелененького почему-то этот зеленый делает меня счастливой интересно только меня поставим всяких точечек мох моховых поразмываем края да вот не знаешь как мне и то нужно и это нужно и это хочу но у меня желаний всегда много так же как и вдохновение мне кажется я в ресурсе когда у меня есть желание когда я говорю ой я ничего не хочу но мне такое почему-то редко бывает я умею себя вгонять в ресурсное состояние рисованием и живописью но к сожалению живопись без рисунка никуда но есть кстати упражнения вот я и хочу как раз показать всем девушкам которые захотят попробовать войти в эту территорию и поискать себя тут зайду мухом сюда я дам упражнения которые как раз раскрепощают и дают волю вот фантазии и потоку идей вот как придумывать ой привет привет Юлечка привет видишь я тебе тоже привет пишу а ты мне в этот момент пишу я тебе говорю привет а ты в этот момент уже пишешь уже красиво оставляем дальше не рисуем иногда вот такие скетчи быстрые такие ну они первоцветы да тут у Даши уже все цветет спасибо вот я кусочек видишь сейчас мы дадим этому подсохнуть вот трону только там где всякие мохи и хочется туда еще и охрочки пусть там будет все потому что где-то какие-то корешочки проглядывают набрызгала навела тень на плетень вот здесь нету логики в таком рисовании это просто пятнышки выкладываете как пазл потом покажу вам главную логику одна она тут есть небольшая где тень держать где свет но если вы ее выдержите то картинка оживет сразу ну вот мох есть можно его свистнуть больше сюда мох садовый необыкновенный залезу этим цветом еще повыше здесь у меня какой-то была идея пустить какого-нибудь папоротника ну не знаю сейчас посмотрим давайте папоротник нарисуем раз уже у меня очень красивый мох получается спасибо не знаю не помню имя карамдина дизайн очень знакомый ник не помню имя извиняюсь если имени нет в нике я иногда путаюсь девчонки спасибо большое мох должен быть такой где-то пушистый где-то он остренький где-то у него какие-то могут вот палочки повылезать если у вас есть такие остренькая кисточка то можно прям полусухой кистью эти мохинки распушить сделать его таким непослушным мохом вот проплясал цвет вести и счастливый зеленый так а давайте хотя бы одну луковицу до конца напишем с этим мускариком я наверное начну с мускарика благородный мох ой это такое бывает он у меня такой непослушный ай гюль ай гуль вот здорово ай гуль я попробую запомнить это как всегда дашуль тебе надо когда в кашпо взойдут нарциссы потом их обложить да точно ты знаешь я их настолько закопала у меня просто был мешок луковиц я не знаю сколько там было пятьдесят или сто я их все запихала и думаю хочу чтобы было густо может быть так и нельзя было но это я вам расскажу потом я еще тот садовод так а что давайте один мускарик нарисуем они тоже такие фиолетово голубоватые да эти мускарики такой нежный голубой цвет сейчас мы его сюда куда-нибудь забьем один сделаем это я свет заливаю потом залью туда тень мухом мухом конечно можно конечно ты думаешь можно как не можешь смотреть бросаешь меня конечно я постараюсь сохранить если здесь не сохранится я выложу в в в эту куда я там все выкладываю youtube если вдруг здесь не останется но я постараюсь нет я хочу чтобы вы порисовали а вот здесь можно кстати побольше вот это луковицы здесь можно и побольше цветок заложить вот вот я нарисовал цветок кто может так нарисовать цветок так цветок может нарисовать любой даже тот кто рисовать не умеет я не вижу весь рисунок помещается видно ну наверное я очень надеюсь сейчас посмотрю а ну почти весь надо бы повыше и вот так да 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 конечно сохраню вот здесь еще всяких деталек наведем пока подсохнет сейчас мускарику сделаем тенюшку раз уж я здесь свет с этой стороны буду держать значит и в мускариках я тень буду класть слева спасибо за ваши сердечки мне жутко приятно осознавать что то что я делаю кому-то интересно кстати и про сторис и про посты вот я хотела даже написать такое почему люди реакции не ставят им жалко ну там лайк как я своим детям ты поставил мне лайк или сердечко или бегунок сдвинуть несложно же а мне приятно я хочу чтобы вы тоже активно были дающими люди дающие и что то вот полетели сердечки мне спасибо привет всем кому не жалко что то подарить а тем более творцу который пишет вам посты делает какие-то контент нарабатывает как я придумывает какие-то программы хочется же понимать насколько они вам отзываются тогда будет больше вдохновения их создавать то думаешь ну вот зовешь рисовать они не откликаются наверное не хотят зачем тогда я пойду к ним со своим рисованием оно же им не нужно а такого не бывает рисование нужно всем ой мы активны да вот ты активна тебе пятерка и мы тебя любим и я вас люблю я же вас тоже вам столько даю тепла смотрите вот этих же мускарикового цвета какой-то прикольный да получился голубой можно сразу завести в луковички сделать вот эти вот жилочки прожилочки этим же цветом это объединит не будет так что что-то у вас зеленое что-то голубое что-то желтое вводите синие голубые в желтое желтые теплые где-то вот в мускарик сейчас ведем сейчас я вам покажу как это делать беру охру и где-то веду этой охры и сюда немножко где мокро там растекается ну и ладно очень же круто лезь спасибо вот как мне приятно я вот так легко не могу я закапываюсь в деталях а для этого есть упражнение чтобы не копаться в деталях вообще знаешь я раньше тоже любила покопаться в деталях я никогда не ругаюсь есть работа где хочется копаться в деталях вот смотри медведя мы рисовали ох уж мы там покопались но надо уметь себе себя останавливать знаешь почему потому что акварель написанная легко и быстро она более эмоциональная да ну то есть ну не обязательно же замучивать ты же не фотографию там повторяешь или соревнуешься да с фотографией а просто свое настроение хочешь показать в работе правильно зачем вообще мы рисуем вот я зачем рисую вообще зачем я рисую я не знаю девочки но просто не рисовать не могу медведь крутыш он так всем понравился какая работа была самая запоминающаяся у вас на за эту зиму медведь точно в топе в топе в топе в топе 3 но видите потому что мы к этим работам разрисовали сделали кучу скетчей и уже мы были готовы ринуться в это на медведя пойти это был очень классный опыт для меня тоже он родился быстро да я в этом я абсолютно согласна да эмоции они в быстром скетчинге это правда и знаешь тебе самой становится легче от того что ты отпускаешь ситуацию и не закапываешься в каждой шелушишке или там в каждой точечке и в каждой штучке вот сейчас я подожду чтобы здесь немножко подсохло и пройду еще линии и вот линеарно-пятновая графика это самое крутое что вы можете сделать и кстати это может делать каждый украшаешь мир точно украшаем мир тоже в том числе сажают цветы не только в землю но и на бумагу как вам такой слоган посадила не только сегодня закопала так они все же нереальные за эту зиму работы ангел это же тоже люблю на медведя звучит да мы с девчонками ходили на медведя мы очень часто в группах вот в на моих курсах придумываем работы в потоке то есть у меня почему когда я вас зову со мной рисовать я не всегда говорю мы нарисуем вот эту картинку заметили кто вот следит за мной когда я запускаю курсы и зову вас на работу со мной пойти на медведя и говорю например рождественская акварель я вам не говорю что я там нарисую да как будто скрываю на самом деле потому что этих работ еще не написано я пишу их с вами в одном потоке и вот это было самое крутое потому что у меня нету измученности а потом знаете повторять работы жутко неинтересно вот если я сяду рисовать луковицы гиацинтов я уже вот так не буду делать я сделаю по-другому правильно ну то есть художнику и творцу да и вам самим у меня есть правда девчонки которые очень любят сюжеты пробовать в разных но они их интерпретируют и обыгрывают по-новому а это совсем другое и когда я вас например зову говорю не знаю там давайте соберемся порисуем на день святого валентина сделаем какую-то одну работу я вам ее не рисую заранее не записываю этот урок давайте сюда пятно поставим так какое-то отразилось вот потому что я считаю что вот это импровизация чистая импровизация такая немножко она такая должна быть открыто детская вот я открытый миру потому что даже от того какая собирается группа от этого иногда зависит какая будет работа у меня написано потому что я очень сонастраиваюсь тем какие у вас желания что вы хотите научиться или может быть что вы боитесь больше всего какие у вас страхи и как их можно отработать оттренировать или там например просто пережить помочь вам эти эти затыки ну конечно животные цветы я вообще обожаю людей рисую реже но в зиме была девушка зима у нас в этом году и в в каком-то еще курсе у нас была девушка то есть у нас лица тоже появляются характеры все шикарные спасибо спасибо я тоже люблю у меня много любимых работ за эту зиму мне кажется даже не знаю может быть так плохо говорить ну ладно это же про мои работы правда могу сказать что в прошлом году тоже были любимые работы но в этом году мне кажется я переплюнула прошлогодний курс сама себя девочки переплюнула честно мне кажется ни у кого такого крутого курса по рождественской иллюстрации нет сколько мне не приходит всяких зазывов на какие-то марафоны рисовали но никто не делает интересных не видела я ничто меня не зажгло но к сожалению море море курс а в море там была девушка да точно она красотка была там морская ее тоже все любят эту девушку морскую работа очень тоже мне дорога это одни из тех работ с которыми потом не хочешь расставаться ни за что вот эту весну я может быть кому-то подарю у кого весной день рождения напишу сейчас быстро быстро нагло и легко у кого день рождения у брата но он никогда он меня не поймет если я ему луковицы подарю завтра у меня у брата кстати у одного день рождения ты согласна в этом году было волшебно и сказочно вообще нереально я тот курс в прошлом году я его тоже обожала но мне кажется этот курс он переплюнул все а еще у меня есть такой страх ну не страх но у меня есть такой какой то мне кажется что такой крутой курс я больше никогда не сделаю и начинаю делать другое а он еще круче хотя я себе так думаю блин ну так круто так круто закрутила так больше никогда не придумала не придумала а знаете на самом деле идея приходит ты с медведем точно не расстанешься да твои медведи триптих тебе нужен ты хотел уже триптих твои медведи действительно шикарно я бы с них с ними тоже не расставалась а главное что уже видно на ваших работах прогресс который вы делаете то есть если ты например Лен возьми работы того года и посмотри их положи рядом вот я сейчас пойду в шкаф и достану прошлогодние луковицы или что я там рисовала и вы посмотрите какая я была другая это так интересно жалко вот у меня мало работ осталось с ну хотел сказать с детства ну вот да с ученических таких работ у меня очень мало потому что переездов очень было много и я много я люблю выбрасывать должна тут всем признаться я люблю выбрасывать все триптих хотела Оксана вот пусть и пишет правильно как она хотела триптих и так мы собирались одну работу а сделали две это тоже вот моя фенька моих курсов когда я говорю будет одна работа это не значит что будет одна работа это наверное не хорошо обманывать но так получается получается что у нас уносят идеями и курс настолько интересный и хочется дать побольше показать побольше поделиться вообще я даю мне кажется мега много информации тут ходила на какой-то курс там уроки по десять минут полное вообще разочарование как могут быть уроки по десять минут ну ты сделаешь и третьего медведя ой Светочка привет спасибо огромное да того года у меня был мультик так напомни мне что в прошлом году было у нас такое крутое на прошлый новый год там была девочка у елки но я ее не давала в курсе это я сама написала там была машина очень крутая гиацинты были в прошлом году мне кажется у меня их уже купили я не помню я их что-то давно не видела в мастерской надо порыться и показать какая я была смешная наивная в чем-то но я себя люблю я себя никогда вот за это не ругаю не говорю ой тогда работа была плохая нет она была не плохая она была другая потому что я была другая вот как я на это смотрю но работы двух летней давности кто за мной наблюдал может пролистать ленту и вы увидите например даже по ленте это все ну что мох и мускарики мы дописали почти сейчас еще сделаю вот такой здесь маленький как это называется такие травинки сейчас я вам покажу как гиацинты были весной ну вот это это в пару гиацинтам работа будет ну они красивые были по мокрому написанные проведу линию сейчас с водой олени лиса и мышь висела точно олень был вот эта зимняя акварель была вообще другая она у меня кстати есть где-то я с ней не рассталась знаковая работа там совсем другие если сравнить олени и медведя медведь другой правда я не верю AK а ну я что это что это я Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А когда проходит звонок, то Инстаграм на какое-то время теряет звук и только потом возвращает его. Ну хорошо, что хоть возвращал это. Так что мы все вместе. О, супер! Спасибо, девчонки. Классно. Все. Каких-то папоротников. Раз уж я его туда втемяшила, я его еще где-нибудь повторю таким намеком. Сейчас. Где-нибудь здесь. Раз. Вот такими, смотрите, черточка, 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 черточка. Меньше. Раз. Это такие тоже муховые, будем называть. Мушистые. Штуки. Штучки вылезли. Не видно. Подвинь рисунок. А, не видно? Что не видно? А, извините, извините. Вот. Извините. Да, точно. Я же с другой стороны рисовала. Я просто решила этот же папоротник где-то добавить еще с этой стороны. Спасибо, спасибо. Висим? О, ну пожалуйста. Давайте не будем висеть. Да. Слева. Точно там, где моя левая рука. Не видно, не видно. Я сдвинула. Сейчас я подниму выше штатив, чтобы вам, правда, будет видно все, но дальше. У меня вчера на урок пришел новый студент. Мужчина. И не просто мужчина, девочки, а левша. Я первый раз в своей жизни поняла, что я учу кого-то леворуково, как и я. Он пришел и говорит, все, научите меня рисовать. Я готов. Всю жизнь мечтал. Вот сейчас решился к вам прийти на урок. Все мои такие студенты. У меня всегда девушки, женщины. И такие все замерли. Что это такое мужчина в нашем женском царстве? Сначала все такие. Он очень оказался милый и приятный. И даже у него. Ой, такой логик. Мужчины такие логики. Вот с кем мне придется бороться, чтобы он отключал свою голову в акварель и доверял пятну. Это точно будет тот случай. Сейчас акцент на где-то тень выделить. Но это мой челлендж будет. Научить мужчину отключать логику и доверяться интуиции в рисовании. Справлюсь ли я? Мягкий такой. Сейчас почитаю, что вы пишете. Влезает вся вроде работа. Я стараюсь. Все хорошо, все хорошо. Я стараюсь, чтобы все было видно. Размер это тарелки. Как всегда, я не мудрство и лукаво просто беру тарелку, обвожу круг. И внутри этой тарелки придумываю какую-то сказку. А потом этот круг может исчезнуть. Правда, если я смотрела на венок на двери, то он у меня из лозы. И лоза вот эта может здесь проскочить. Может быть, еще чуть-чуть придется увеличить мох капельку. Потому что иначе мои луковицы попадают. Мягко. Хочется такой мягкий мох. Можно даже вот так сухой кистью. Если научиться и понять, что ваша кисть и бумага могут делать, то очень многое можно делать, отпуская вырисовывание и ботанику. А кисть сама сделает такие мохнатые штучки. Можно опустить ее в более темное и вот в мокрое пятно впустить. И она создаст такие вот мышистые эффекты. Мышистые. Вот. Мне хочется какого-то удара в эту луковицу дать. Но, может быть, я пожалею. Попробуйте свои порисовать луковички. Хочется просто солнышка какого-то и цвета. Я всегда рисую довольно спокойно по цветовому решению. Вы можете рисовать намного ярче. В этом нет ничего плохого. Мы немножко по-разному видим мир. Вы не знаете, как вижу его я, а я не знаю, как видите его вы. Поэтому я редко корректирую цветопередачу у своих студентов в работах. Я могу показать, как сделать цвет богатым, насыщенным и каким-то, например, интеллигентным. Но я никогда не буду исправлять ваше видение. А в середине просится воздух. Я бы слегка желтого добавила. Да, да можно вообще. Вот этот зеленый какой красивый. Он не майский, он реально счастливый. На каком прессе вы рисуете? Ксюша, привет! Давай весну, Ксюша. Да, холодный пресс. Вот это хлопок. Очень часто я работаю и на целлюлозе. Я вот как Ксения тут тоже присоединилась. Я могу рисовать на всём, наверное, что вы дадите мне в руки. Я люблю очень хлопок и действительно кайфую от работы на нём. Вы можете смывать, добавлять хлопок. Чем и хорошо, что он увеличивает время работы. Но вот эта работа не требует того, чтобы вы над ней сидели долго. Я вот знаешь, что думаю, кстати? Жень, а знаешь, что? Вот здесь вот надо ярко-жёлтых цветов добавить. Знаешь, таких типа форзиции. Тогда вообще всё будет весна-весна. И оставить плетёные сухие ветки. А ты не знал, что ты рисуешь? А я вроде объявила так пару раз. Но пост не сделала, а только в сториз и в канале. Думаю, выйду попозже. Все уже будут дома. И как тебе весна? Во мху сидят... Ой, у Ксюши есть такие цветы смешные, гиацинты, куклы. И я на них давно любовалась. Ксюша, я тебя скопировала. Вот теперь у меня тоже есть луковичные. Здорово. Да-да, просится жёлтого. И знаешь, прям такого жёлтого хочется. Вот прям как форзиция. Сейчас я найду этот цветок. И сделаю. Знаешь, а может даже какие-то мимозовые штуки. Я тут чуть дерево мимозы не купила. Остановила себя. Оно оказывается очень быстро растущее. И его надо куда-то в конец сада. Так, сейчас найду эту форзицию. И вот сюда нарисую её. Если у меня время есть... У меня есть время? Уже почти. А в центре портретик моего гиацинта. Точно! Ксюш, давай что-нибудь замутим, я тебя умоляю. Время весна. Ну, обязательно надо какого-нибудь безобразия весеннего. Ну, как без него? Весна не начнётся. Так, есть такие цветочки. Жёлтенькие, мелкие. Берём прям жёлтый. Из банки. Сейчас я вытру по литру. Чтобы у меня был чистый жёлтый. Потому что жёлтый цвет, кстати, легко, легче всего испачкать. Это самый пачкающийся цвет. Если вы заметили, то это правда так. Сейчас мы сделаем этот цветочек. Намешала жёлтого. Это называется «Пора бы остановиться». Час прошёл. Но я решила добавить жёлтого. Но уже лозу тогда не буду рисовать. Сейчас я этих... Ещё есть такой жёлтый жасмин или что-то такое. Он на ветках цветёт, пока листьев нет. Ну, типа форзица или чего-то такого. Открываю. Жёлтый цветочек. Чтобы не наврать его по листикам. Но они вот такие вот. Наверняка вы их знаете. Давайте задвинул немножко. У них такой же цвет почти, как у тюльпанов. Ой, не тюльпанов. У нарциссов. Такой жёлтый. Прям бахну жёлтым. Ксюша тоже так рисует. Я с ней наблюдала. Она вперёд. Ничего не боится. Пятнышки затекают. Вот я люблю такую живопись. Не копать в детальках. И мы не будем копаться. Мы просто создадим настроение. Вот так одно. Что-то помягче. Да, ты тоже соскучилась. Вот, девочки, видишь, просят тебя. Что-нибудь слепим тебе, говорят. А я тебе говорю, давай что-нибудь нарисуем. Не слушай никого. Лепишь ты в мастерской. А в инстаграме давай порисуем. С пире, точно. Ярко-жёлтым. Вот это она. Ой, спасибо огромное. Как давно я тебя не видела здесь. Красиво. Ну что, бахнем ещё одного листа. Листика там потемнее, понасыщеннее. Чтобы всё затекло. Ой, пожалуйста, напиши мне идею какую-то. Я тоже вот сегодня ходила весь день. Честно, была жутко занята. Но я думаю, надо Ксюше какую-то мега-идею предложить, чтобы она не отказала мне. Не сказала. Ой, нет, Дашу, нет. Что-то это не то. Думаю, ну чем же мне вот её удивить? Всё у неё есть. Абсолютно счастливый человек. Всё у них есть. Вот, с пире. А как ты думаешь, мне такая нужна? У соседей цветёт. И просто правда кажется, что это такие цветы, вот как мимозы или вот эти жёлтые. Они как-то... Они, может быть, не очень красивые по форме, эти кусты, но цвет их очень весной заражает. Ты думаешь, ну вот же настоящая весна. И туда зелень. Ещё такой вот опять возьмём вот эту счастливую зелёный. Я, кажется, так влюбилась в этот зелёный, что теперь всех своих студентов прошу в работу включать этот счастливый зелёный. Унесла в мастерскую тюбик, там надавила всем. Говорю, пользуйтесь, пусть этот зелёный сделает и вас счастливыми. Я просто зелёный работает. Ах, у тебя плохо работает VPN. Иногда удаётся зайти. Слушайте, а я тут видела такую фишку. Я, правда, VPN-ом-то не пользуюсь. Мне-то не нужен. Но в Инстаграме кто-то показал, как сделать так, чтобы VPN включался автоматически, когда вы хотите зайти в Инстаграм. И выключался, когда вы выходите. То есть его не надо будет включать постоянно. Я подумала, вот надо моей маме это предложить, потому что она тоже не заходит из-за VPN. Но я думаю, много людей не заходит. Ну и какие-то тут бутончики появились заодно. Не знаю, зачем, но уже они тут как-то сами попросились. Какие-то мелкие листики. Может, это от этой спиреи листья вылезают. Все. Это майское изделие. Нет. Лесечка, это не май... Да, форму же можно придать. Да, можно, конечно. Сейчас я вам скажу, как называется это. Это не майское зеленое. Вот смотри, майское зеленое это вот этот цвет в ваших наборах. Он немножко такой для меня попугайный. И с ним будьте, пожалуйста, аккуратно. Это зеленый, который надо обязательно смешивать. Если вы пишете зеленого попугая, то норм. А вот этот счастливый зеленый, сейчас я вам скажу, как он называется. Сейчас тюбик найду. Пошла до тюбика. Когда вам нужен, его нет. Вот вы видите, есть волшебные штуки с красными. Сейчас мы вот здесь туда же есть... А, вот он, вот он. Тут перья от ангелов у меня, видите? Зачем? Чтобы нарисовать можно было. Вот этот зеленый. Сейчас я вам скажу, как он называется. У разных производителей он может немножко по-разному называться. Вот это называется Green Gold от Дэниел Смит. Просто очень его люблю. А у тебя шминки. Вот очень похоже на нее. Да, у шминки действительно майское зеленое лучше, чем у невской палитры. Привет. Привет, Наташ. Запись будет. Я не знаю, я постараюсь. Вот. Так что золотой зеленый у Дэниела Смита или майское зеленое у шминки. Еще есть классный у Ван Гога зеленый. Вот эти все желто-зеленые действительно очень счастливые. Единственное, майское зеленое от Невской очень-очень. Да, он желто-зеленый. Как будто, знаешь, теплые травы такой весенний. Иногда пейзажи летние пишешь, без такого зеленого не обойтись. Он нужен. Девчонки, я, наверное, буду заканчивать. Мы с вами тут поколдовали немножко. Чуть больше часа, наверное, ну или около того. Я надеюсь, я вам создала немножечко настроение весеннего. Себе точно создала. Хоть и в темноте порисовали, но я вас благодарю за то, что вы зашли на мой огонек. И надеюсь, что если вы будете рисовать, отмечайте меня и буду видеть ваши работы, буду репостить, показывать, что получилось у вас. А может быть, еще в какой-то момент выйду и дорисую ветки. Ветки лозы. Здесь на самом деле могут появиться еще и все другие цветы. Это можно заполнить и нарциссами, и гиацинтами. Но иногда лучше меньше, чем больше. Может быть, на мой вкус, я бы уже, может быть, и не добавляла никаких больше цветов, вот этих желтеньких, и норм. Завтра утром на них посмотреть и решить, что с ними делать. А вот тут ничего не надо. Может, птицу. может зайца, может кота мартовского. Нет, ну ладно, я шучу. Рисуйте, пожалуйста, получайте удовольствие. Благодарю вас еще раз. Прекрасного вам вечера. Спасибо за настроение. Вам тоже. Хочется присутствовать, когда ты будешь рисовать. Я постараюсь заранее объявлять. У меня это иногда случается очень. мышь туда, правда, полевку. А мыши, вы знаете, кто едят вот это, выкапывают белки, такие заразы. Они выкапывают. Ириша, привет, а мы закончили. Смотри в записи. Сохраняю эфир. Желаю вам весны в сердце и улыбок. Не читайте новости, не ешьте на ночь сырые помидоры, а лучше доставайте акварель и рисуйте. Всем пока-пока. Это же мыши на гиацин. Должны быть мыши. Божечки, какая красота. Ириша, рисуй. Сохраню, конечно. Пошла сохранять. Спокойной ночи всем.